Так, друзья мои, ну вообще говоря, у нас с вами некоторый рубеж пройден. Если не считать того экскурсов в теорию относительности небольшого, который был прошлый семестр, то вот у нас мы прошли границу между классической физикой, ну и тем, что условно называется современная физика. То есть все остальное в электричестве, это будет в некотором смысле теория относительности, а все, что будет в оптике, это уже будет некоторое введение в квантовую механизм. Ну вот я вам пообещал, что дальше будет грустно, да. Дальше как бы информационный поток сильно увеличится. Я специально притормаживал в электростатике, чтобы это все достаточно подробно рассказать. Ну потому что дальше в магнитостатике я уже часто буду говорить, но это надо делать как в оптике, как в электростатике, только идеологически, но арифметика немножко другая, там кое-где я буду перескакивать. Но тем не менее у нас сейчас с вами некоторое, может быть даже отдельный раздел, хотя, конечно, это относится к магнитостатике. Мы теперь начинаем заниматься тем, что бывает, когда заряды равномерно движутся. Ну и первое, что надо договориться, как описывать равномерное движение заряда. Ну и вот в связи с этим сейчас будет некоторый отворот немножко в сторону. Уж не знаю, на одну или на две лекции я буду это делать. Короче, речь пойдет, может быть, это даже отдельный раздел. Он будет звучать совсем не так, как остальной курс. Постоянный электрический ток. Надо договориться, как мы будем описывать движение зарядов. Былое нельзя воротить, Но нет повода хмуриться. Беся мракобесие В телах из фака живет. Ньютон не забыть, Александр Сергеевич прогугливается. Ах, нынче, наверное, Лекцию снова прочтет. Ньютон не забыть, Александр Сергеевич прогугливается. Ах, нынче, наверное, Лекцию снова прочтет. Постоянном токе. Только не смейтесь громко. Закон Ома. Ох, что-то у нас будет страшное. Ну, закон Ома – это страшная штука, господа. Не помню, я вам говорил это или нет. Когда-то мы давно работал я в предметной комиссии по физике на вступительных экзаменах. Ну, тогда у меня была высокая должность. Я был старшим лаборантом. Но мне страшно не нравилось иметь один месяц в отпуск летом. Вот ужасно не нравилось. Я как-то с детства привык гулять лето и зимой иметь каникулы. Ну, и вот я долго думал, как это сделать. Оказывается, те, кто принимали вступительные экзамены, они от посещения летом работы освобождались. Ну, сами понимаете. Ну, на физфак два экзамена, на матмех два экзамена, на ПМПУ два экзамена, на геофак один экзамен. Еще семь экзаменов. Ну, семь дней летом в суботхоз. Ну, вот такая довольно забавная вещь – это работа в приемной комиссии. Помню, как-то ехал на электричке, там же все ездили на физфаку электричке, там три абитуриентки ехали. Они сидели передо мной и обсуждали, кто куда шпоры распихал. Две. Ответия сказала – дуры вы, дуры, тут экзамен устный. Я и шпор не делал, тут главное глаза подвести. Тут я начал хохотать. Они мне выговорили, что нехорошо слушать разговоры чужих девочек, потом они ко мне на экзамен пришли. Там много было забавных. Потом есть еще приемная комиссия, которая с документами работает. Потом в приемной комиссии появился некоторый человек с вечернего отделения. Он такой был богобоязненный, но Валерий Игишич. очень восточного вида. Ну и надо сказать, что, конечно, он в физике был невелик, но был очень старательный и дорос до ответственного секретаря приемной комиссии большого университета. Ну а там был в неоткрытых дверей, вот там сидит ректор, деканы всех факультетов, Валерий Игишич. Ну там всякие записки с вопросами присылают. Одна записка была такая, почем нынче улюк? А еще рассказывали такую вещь. Ну там для тех, кто в Афганистане воевал, были льготы. Ну понятно, что одно дело льготы, другое дело реальность. Нельзя же было, например, всех воевавших в Афганистане на юрпак принять. Короче, там два афганца взяли бедного Игишича за грудки, приподняли и сказали, таких как ты, мы год назад на тот свет десятками в день отталкивали. Много было интересного. Но я о другом. Вот когда мы уже там не первый год работали, в предметной комиссии появился новый человек, он страшно боялся, волновался, и он обратился к нам, дайте мне набор задач, с помощью которых абитуриентов можно заваливать. Ну и ему, я уж не помню, кто это был, по-моему, Кондратьев тогда был председатель, знаете, книжки, есть такая, бутика Кондратьева, где просто поездки. Он тогда был председателем, он сказал, дорогой, пойми, если ты хочешь завалить абитуриента, не надо ему давать сложных задач. Тем более, что он на тебя апелляцию подаст, что ты ему задачу сложную. Ты его спроси что-нибудь простое, определение идеального газа, или закон Ома для пассивной цепи, и потом, не перебивая, дай ему поговорить минут пять. Он, если его не перебивать, и внимательно слушать, он сам за пять минут наговорить на два балла. Главное, не перебьет. Вот, в том числе, закон Ома, это страшный вопрос, для пассивной цепи. Ну, сейчас дойдем до закона Ома, мы это обсудим. Но первый вопрос совсем о другом. Обозначение и определение. Обозначение и определение, и тут же закон сохранения заряда. Итак, электрический ток это направленное движение электрических зарядов. Вроде так в школе говорят. Ну, и, наверное, это правда. Нам в школе Иосиф Абрамович Соловейчик, который физику нам рассказывал, шикарный был преподаватель, рассказывал, что такое электрический ток на следующем примере. Он говорил, представьте, жаркий летний день, рой мошек. Каждая мошка летает с довольно большой скоростью. Но рой, как целая, стоит на месте. И хоть у мошек скорости не нулевые, то ток мошек или скорость роя равна нулю. А теперь представьте себе, что подул слабый ветер. Скорость ветра может быть на порядок меньше скорости каждой отдельной мошки в рои. Но рой, как целая, при этом начинает смещаться. Вот это и есть электрический ток. Но только мошка должна быть электрический заряж. Вот примерно. Ну так вот, наверное, самым главной характеристикой электрического тока является вектор плотности электрического тока, который определяется как произведение электрического заряда, одного носителя заряда, не надо, на концентрацию заряда, на среднюю скорость движения заряда по ансамблю. Правда, бывают случаи, когда электрический ток переносит частицы не одного сорта, разных сортов. Ну там, электронные ионы или электронные дырки, или ионы и ионы. Короче, если у нас есть частицы разных сортов и сорта нумеруются индексом альфа, то тогда надо сосчитать плотность тока для каждого сорта и сложить. Поэтому плотность тока это сумма по альфа, заряд носителя каждого типа на концентрацию каждого типа и среднюю скорость движения каждой частицы. Вот так определяется плотность электрического тока. Ну понятно, что поскольку в каждой точке пространства можно задать среднее значение вектора скорости частиц по небольшой области вокруг этой точки пространства, то, наверное, в каждой точке пространства можно задать вектор макроскопически усредненной плотности тока, поэтому у нас есть математическое поле векторов йод. В каждой точке пространства вектор йод можно как-то задать. темновато немного. если так, если у нас в каждой точке пространства задан вектор плотности тока, так же, как раньше в каждой точке пространства задавался вектор напряженности поля, чтобы было удобно рисовать, мы там вводили силовые линии электрического поля. Но теперь можно ввести понятие силовых линий вектора плотности не силовых, а линий вектора плотности тока. Это такие кривые, у которых в каждой точке пространства вектор плотности тока смотрит по касателю. Это первое правило построения такого векторного изображения такого векторного поля. А второе правило, как и в случае Е, будем рисовать линии йод тем чаще, тем гуще, чем больше йод по модулю в данной точке пространства. Полная аналогия с вектором Е. Теперь, если на пути потока заряженных частиц появилась маленькая площадочка Дельта С, которую мы, конечно, будем характеризовать вектором площади, то в общем случае вектор площади направлен под каким-то углом альфа к вектору плотности тока на этой площадочке, и тогда, подобно тому, как мы с вами вводили поток вектора Е через элементарную площадочку, у нас был поток вектора Е через элементарную площадочку, это было скалярное произведение Е на ДС. Точно так же можно ввести поток вектора плотности тока через площадочку, как скалярное произведение Й, если такое Д, то и тут такое, пока еще конечные площадочки, не нарисовать бесконечно малую площадочку, Й на ДС. Ну и этот поток так часто используется, что для него придумали специальные обозначения. Такую величину называют силой тока через элементарную площадочку. Пси сила тока измеряется в амперах. Тогда если у нас имеется площадочка конечная, мы ее разобьем на маленькие ячейки, такие маленькие, что на каждой из них плотность тока постоянно, и каждый кусочек площадочки можно считать кусочком плоскости, если поверхность не замкнута, но у нас есть какой-то аспект договориться о том, в каком направлении мы обходим контур, ограничивающий площадочку, то тогда вектор площади будет смотреть по правилу правой руки, вот так смотрит ДС, с номером каким-нибудь НТ. ну, тогда полный ток через данную площадочку будет равен сумме по всем ячейкам от скалярного произведения плотности тока через каждую ячейку на элемент площади каждой ячейки, это просто определение, при условии, что площадь каждой ячейки стремится к нулю, ну и сами понимаете, это будет называться интегралом по криволинейной поверхности, в данном случае это поверхность гамма-2, двумерная поверхность, от скалярного произведения Й, ну, вообще говоря, Д2Р, да, чтобы ДС не писать. Иногда случается, что поверхность, через которую течет ток, замкнута. Но представьте себе, что вы набрали много положительных зарядов, как-то их собрали вместе, окружили поверхностью вымышленной и отпустили, но у вас заряды начнут из-за отталкивания друг от друга разлетаться, и у вас через поверхность потечет ток. Ну, когда у нас ток течет через замкнутую поверхность, надеюсь, вы понимаете, что здесь поставят колесо. Ну, последнее, наверное. Вот, если у нас как-то так течет ток, это вектор плотности тока, а вот имеется поверхность, так вот, вектор плотности тока так оттуда втекает, отсюда выходит, а вот эта поверхность, которая косо так немножко направлена, дэто с, то вот если мы построим такую, такой кривой цилиндр, этой длиной, равной средней скорости движения зарядов на дельта t, на средняя скорость направлена туда же, куда ток течет, то понятно, что за время дельта t все носители зарядов, которые двигаются и находились внутри этого цилиндрика, успеют пересечь нарисованную поверхность, а те, которые находятся здесь, они еще не успеют дойти, но это означает тогда, что полный заряд, который пересечет поверхность за время дельта t будет равен заряду одного носителя на концентрацию носителей, на количество, на объем из которого носители пробегут через эту поверхность, а объем это произведение площади основания на высоту цилиндра, а высота цилиндра так считается, если бы цилиндр был с нормальными крышками, то высота была бы v дельта t, модуль скорости v на дельта t, но поскольку цилиндр у нас кривой, то придет еще умножить на косинус вот этого угла, ну и тогда у нас получается qn на скалярное произведение средней скорости на ds еще на дельта t, ну тогда деля на дельта t и устремляя его к нулю, мы получим, что dq по dt или количество заряда, проходящее через поверхность в единицу времени равняется, смотрите, q на n на v это плотность тока, то есть это будет плотность тока скалярно на ds или ток протекающий через эту элементарную поверхность di ну тогда если у вас поверхность не элементарная большая, вы разбиваете все и тогда вам надо будет чтобы сосчитать да, ну во-первых мы видим, что сила тока это скорость изменения заряда или заряд протекающий через поверхность в единицу времени не элементарной поверхности так и не элементарной проинтегрировать нужно ну и последнее если у нас есть замкнутая поверхность и у нас здесь был какой-то заряд q то понятно что если у нас delta q заряд ушел с этой поверхности то изменение заряда внутри этой поверхности это будет минус delta q минус delta q это насколько изменился заряд внутри поверхности если заряд уходит Если заряд дельта Q ушел То число заряда уменьшилось Это будет ток через замкнутую поверхность На дельта t Ну тогда мы получаем Что минус dQ По dt Есть ток Суммарный через замкнутую поверхность Или интеграл По замкнутой поверхности Гамма 2 От вектора jds Ну вот фактически Когда я написал вот это Я воспользовался законом сохранения Электрического заряда Поэтому то что здесь написано Называется закон сохранения Электрического заряда в интегральной форме До этого про закон Электрического заряда я говорил там что-то Это непроницаемая коробка Куда мы положили частицы Теперь у нас коробка может быть проницаемой И вот для нее закон сохранения заряда Это минус dQ по dt Это интеграла от jds Но теперь если мы вспомним Что 4πQ равнялась интегралу по гамма 2 От e ds И у нас этой интегральной теореме соответствовала теорема о том Что дивергенция вектора е Равнялась 4π То поскольку этот переход чисто математический Это теорема Гаусса-Астроградского То для такой пары соотношений Справедливо это взаимное равенство И туда и туда можно переходить Независимо от того Какими буквами написано это соотношение Но понятно что от потока вектора У нас получается дивергенция Поэтому в этом случае я напишу Гамма 2 Поэтому здесь я напишу Дивергенция плотности тока Дальше Здесь было 4π И здесь 4π У нас здесь нет 4π Поэтому 4π писать не надо Понятно вместо заряда Надо писать плотность заряда Но еще здесь минус d по dt Поэтому будет минус d ρ по dt Я написал тут частную производную по времени Потому что здесь у нас уже есть Дифференцирование по координатам Когда мы пишем дивергенцию Но вот это закон сохранения Электрического заряда в дифференциальной форме Иногда его пишут чуть-чуть по-другому Это все эквивалентные записи Одной и той же идеи Того что заряды сохраняются И могут только переноситься Из точки в точку Но иногда пишут так d ρ по dt Плюс дивергенция й Есть 0 В таком виде это уравнение часто называют уравнением неразрывности Но это одно и то же Ну а уже теперь совсем не долго осталось ждать Но я по секрету вам скажу То есть еще одна запись Того что пока говорить рано Но все таки я напишу Четырехмерная дивергенция Четырехмерной плотности тока Есть 0 Можно и так это Где четырехнабло Это минус Это плюс единица на c d по dt И минус трехмерный оператор набор А четырех вектор плотности тока Это такая штука Это произведение плотности заряда На скорость c И произведение плотности заряда На скорость v А произведение плотности заряда Плотность заряда Это заряд на концентрацию Но заряд на концентрацию на v Это трехмерный ток Поэтому четырехмерный ток Это такая штука Это плотность заряда На скорость света И трехмерный ток Вот так еще можно говорить Ну а в этом чуть-чуть попозже Пока так Ну вот пожалуй и все Про общее обозначение Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому